Мы знаем, что минимально возможная температура составляет минус 273,15 градусов по Цельсию. Почему? Потому что при такой температуре движение частиц прекращается, и выделяемая ими тепловая энергия становится равна нулю. Хм, интересно, если существует минимальная температура, то может быть должна существовать и максимальная? И логика подсказывает, что такая точка, выше которой частицы уже не могут выделять больше тепловой энергии, должна достигнуть своего максимума. Но так ли это на самом деле? Чтобы понять, нужно узнать, что такое температура вообще. А также попытаться найти источники самых высоких температур во Вселенной. Давайте попробуем. Все живые существа, от бактерий до кроганов и жнецов, способны воспринимать ощущение тепла и холода непосредственно с помощью органов чувств. Но ввиду отсутствия суперспособностей, наши возможности весьма ограничены. Потому что такое определение температур требует, чтобы температура измерялась объективно с помощью приборов, а не руки. Такие приборы называются термометрами и измеряют так называемую эмпирическую температуру. В эмпирической шкале температур устанавливается шкала измерений и число делений между ними. Так были введены используемые ныне шкалы Цельсия, Фаренгейта и другие. А вот измеряемая в Кельвинах абсолютная температура вводится по одной точке. Точке, на которой основывается шкала измерений. С учетом того, что в природе существует минимальное предельное значение температуры, абсолютный ноль. Верхнее же значение температуры ограничено планковской температурой. Это своего рода температурный максимум. Считалось, что самая высокая температура составляет 10 триллионов градусов по Цельсию. Она была получена искусственным путем здесь, на Земле. Этот абсолютный рекорд температуры был получен при эксперименте на Большом Адронном Коллайдере, самом мощном в мире ускорителе элементарных частиц. На скорости и близкой скорости света специалисты столкнули пучки ионов свинца, обладающие колоссальной энергией. При столкновении тяжелых ионов начали возникать мини-большие взрывы, плотные огненные сферы, имевшие столь чудовищные температуры. При таких температурах в энергиях ядра атомов буквально плавятся и образуют бульон из составляющих их кварков. В результате в лабораторных условиях и была получена плазма самой высокой температуры. И хотя 10 триллионов градусов это невероятная огромная температура, но похоже, что это далеко не предел. Поскольку все ограничивалось в рамках этого эксперимента, шагнуть дальше нам пока не позволяет технологии. Поэтому предлагаю совершить космическое путешествие в поисках самого горячего источника во Вселенной. И начнем мы с ближайшей к нам планеты, Венера. Характеризуется аномально плотной атмосферой с давлением эквивалентным 90 земных атмосфер. За счет чудовищного парникового эффекта температура поверхности планеты достигает 480 градусов по Цельсию, что больше чем на Меркурии. Многие известные объекты тоже способны приближаться к Солнцу на рекордно близкое расстояние. К их числу можно отнести астероид Файто, температура которого в перецентре может достигать 750 градусов по Цельсию. Но этот объект обгоняет по температуре спутник Ио, который стал одним из самых больших сюрпризов при исследовании системы Юпитера космическими зондами. Его поверхность является самой молодой в Солнечной системе. На ней отсутствуют ударные кратеры. Измерения со станции Галилея показали, что температура вулканов на этом спутнике достигает как минимум 1340 градусов по Цельсию. Поверхность Солнца имеет температуру около 5500 градусов по Цельсию. Однако на расстоянии около 10 тысяч километров от поверхности Солнца находится солнечная корона, которую мы видим как своего рода Галлу. Ее температура достигает уже миллиона градусов. Но это еще не все. У солнечной вспышки может составлять многие десятки миллионов градусов. Однако во Вселенной Солнце является совершенно рядовой звездой. Температура поверхности обычных звезд колеблется от 2000 градусов у красных карликов до 30 тысяч градусов по Цельсию у голубых карликов. Но не стоит забывать о том, что существует особый класс звезд. Звезды под названием звезды Вольфа Рая, у которых температура поверхности может превышать 50 тысяч градусов по Цельсию. Число известных звезд этого типа в местной группе галактик может составлять только несколько тысяч. Подобные звезды отличаются большой плотностью, наличием сбрасываемых оболочек, похожих на планетарные туманности. Считается, что они представляют собой последний этап эволюции одиночных массивных звезд перед стадией взрыва Сверхновой. Наиболее горячей звездой из них считается WR-102 с температурой в 210 тысяч градусов и светимостью в половину миллиона светимости Солнца. Масса этой звезды оценивается в 20 масс Солнца при радиусе меньше 0,4 радиусов Солнца. Но звездные остатки обладают еще более высокими температурами. Так, в 2015 году было опубликовано открытие самого горячего белого карлика RX-G0439 с температурой поверхности в 240 тысяч по Цельсию. Мы приближаемся к экзотическим остаткам звезд. Это нейтронные звезды, которые обладают еще более высокими температурами поверхности. Максимум их излучения лежит в рентгеновском диапазоне и гамма-лучах. Так ярчайшими источниками в гамма-лучах является тройка нейтронных звезд в крабовидной туманности, в туманности в парусах и радиотихая звезда Гемминга. Считается, что в момент рождения нейтронной звезды температура ее поверхности составляет около 100 миллиардов по Цельсию. Это колоссальная температура, но далеко не предел. Наконец-то мы добрались до черных дыр. Перед нами, к примеру, черная дыра звездных масс Х1. Является ярчайшим рентгеновским источником на земном небе. А недавние наблюдения показали, что эффективная температура центральной части ближайшего квазара 3C273 составляет 40 триллионов градусов. Существует теория, что эффективная температура темной материи в активных галактических ядрах составляет около зета Кельвина, что в десятки миллионов раз больше наблюдаемой температуры видимой материи у этих объектов. Возможно, Вселенная скрывает еще более горячие объекты, но до них нам пока не добраться. И все же мы понимаем, что самые высокие температуры были в момент большого взрыва или начала инфляции, как больше нравится. Теория утверждает, что температура нашей Вселенной была равна температуре Планка. Современная физика считает, что эта точка находится на высочайшем уровне, и это вовсе не 10 триллионов градусов, а намного выше. В новой теории предельная температура должна равняться 142 квинтиллионам. Да, как вы могли заметить, эта цифра намного больше, чем та, которую получили при эксперименте на Земле. Но почему же такая разница? Дело в том, что есть такая вещь, как состояние, и такая вещь, как распределение скорости частиц. Для состояния, в котором находилась предыдущая система, вообще не определяется понятие температуры. Температура определяется строго для одного типа состояния. Состояние равновесия, при котором имеет место так называемого Максвеловского распределения скорости. Это распределение вероятности, встречающейся в физике и химии, лежит в основании кинетической теории газов, которая объясняет многие фундаментальные свойства газов, включая давление и диффузию, что при эксперименте не учитывалось. Из этого можно заключить, что теоретически абсолютного максимума температуры, похоже, не существует, поскольку система может разогреваться до каких угодно температур. Другое дело, какие процессы будут происходить при больших температурах и будем ли мы в состоянии их описать? Ведь при экстремальных температурах начнут разлагаться сначала молекулы на атомы, потом атомы на ядра и электроны, потом ядра начнут распадаться на нуклоны, потом нуклоны на кварк-глюонную плазму, состоящих из кварков, фундаментальных частиц, входящих в состав протонов и нейтронов. А вот что дальше, непонятно. Ведь кварки это элементарные частицы и распадаться им уже не на что. Что будет происходить при больших температурах, давлениях и сверхскоростях? Совершенно неясно. Поэтому максимальный предел, он в данном случае связан с тем, что мы просто не знаем, что происходит с материей при экстремальных температурах. Так что вопрос, судя по всему, остается пока открытым. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok